Управляем, они обратно, хватаются, видите, да, и не отпускают. Своё первое путешествие они не вспомнят. Наверное, к счастью. Брошенные москвичи, отказные петербуржцы, кто-то пару недель прожил в Новосибирске или Красноярске. Родители-мигранты свой выбор, оставить ребёнка, сделали ещё до их рождения. 37 детей за 4 года отправили только в один реабилитационный центр в Бишкеке. Эти дети с момента зачатия нежеланные дети. Нежелание. Всегда мама, всё, беременность, она находилась в стрессовом состоянии. Они обычно нигде на учёте не состоят во время беременности. Не обследуются, не лечатся. И вот, пожалуйста, всё это отражается на здоровье ребёнка. Здесь малыши набирают вес, проходят лечение, идут на поправку. Камазай Кадролеева регулярно летает в Россию за новыми воспитанниками. Каждый год на родину возвращают на одного-двоих младенцев больше. С 11-го года мы увозим сюда детей. Вначале было молодее мамы, то есть 18-летние, 19-летние, 20-летние. Сейчас в последнее время возраст мамы увеличились. 34 года, 35 лет. Приезжают здесь и начинают искать, у них здесь семья есть, у них здесь дети уже, взрослые дети есть. А почему так случается? Это всё зависит от уровня родителей, наверное. Совместными усилиями государство, спонсоры и волонтёры пытаются создать малышам домашнюю атмосферу. Воспитатели, нянечки, врачи заменить на время семью. Просто накормить, искупать, поиграть недостаточно. У каждого свой характер, свои желания. Приходится подстраиваться. Полгода соцработники ищут родителей и родственников. Случаи, когда ненужные дети становятся желанными внуками и их забирают бабушки, единичны. Если получен повторный отказ, у малыша появляется второй шанс. Здесь целая очередь на усыновление. 23 ребёнка за 4 года нашли новый дом. Мы очень радуемся, когда сначала идёт период адаптации. Опекуны приходят сначала 10 минут, потом 15 минут. Они общаются, мы наблюдаем за ними. Сначала дети и родители, опекуны должны привыкнуть друг к другу. После этого, только когда они уже привыкают, уже он не боится этого, то уже их забирают. Мы радуемся, потому что он уже будет в окружении близких людей. Им будет уже больше внимания. И всё же не все детские истории с хэппи-эндами. Кто-то может остаться тут до 4 лет. Биологические родители не дают отказ, но и не забирают. Дальше детский дом и школы-интернаты. Из них, как правило, попасть в другую семью значительно сложнее. Дарья Тимофеева, Самат Алыжбаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек.